Сегодня мы посмотрим на стандартный аэропорт Борисполь в Украине. Это самый большой международный аэропорт в Украине с двумя полосами. Мы его сравним с платным покупным сценарием от Perigy, компания. Я не знаю, как читается, наверное, так. В Microsoft Light Simulator. Поэтому давайте посмотрим, где находится этот аэропорт Борисполь. Он находится на восток от города Киев. Аэродром Борисполь, вот он здесь. Выбираем стоянку посредине. Погода у нас выбрана. Есть. И утро. Поехали. Стандартный аэропорт Борисполь. И посмотрим, как выглядит этот аэропорт. Итак, взлетаем. Смотрим. Так, вон видим один терминал. Вышку видим. Довольно красивая проработанная вышка. И видим еще один перрончик такой, довольно загруженный. И вот еще один. Давайте начнем с... Ну, у меня стоят торцы полосы. Давайте посмотрим. Полоса 18 правая. Так вот выглядит. 36 левая. 36 левая. 36 правая сейчас будет. И 18 левая. Параллельно посмотрим еще один небольшой перрончик. Ну, тут довольно много самолетов. Сейчас будем смотреть, какие авиакомпании тут есть. По идее, здесь должны быть Ранэйр. Здесь должны быть вот 18 левая. Терминалы смотрим. Я, к сожалению, не знаю названий терминалов. Вот это непонятно, что это такое. Это типа вода? Это типа вода? Офигеть. Это типа здесь бассейн какой-то, да, посредине аэропорта? Отлично. Хорошая идея. Так. Вот это терминал типа первый. Ну, назовем его первый. Да, это вода. Классно. Бассейн посредине аэропорта. Супер четко. Пакистан Интернешнл. Туркиш. Есть такое туркиш. Туи. Так. Смотрим дальше здесь. Что у нас? Air Berlin. Pure Gold какой-то. Anadolu Jet. И вот там вот какой-то обычный. Давайте посмотрим, как этот терминал выглядит изнутри. А никак он особо не выглядит. Так, заглянем в диспетчерскую вышку. Ну, вышка хорошая, высокая. Все хорошо видно. Продолжаем смотреть терминалы. И следующий у нас, я так понимаю, вот этот основной терминал. Самый большой. Мы здесь уже видим Renair. Skyab шахтера видим. О, ничего себе. Вот это прикольно. Skyab шахтера, это прикольно. У них реально есть такой один самолетик футбольного клуба «Шахтер». И здесь терминал. Ну, естественно, он тоже никакой не проработанный. Это так. Мы просто для сравнения попробуем посмотреть. Дальше у нас что? Перроны, пожарные части. Давайте попробуем их идентифицировать как-то. А, тут еще одна стояночка у нас есть. Опять корейцы или китайцы. Carindon Air. Такого не знаю. Belavia. JetBlue. Аляска. И British. Кстати, нужно просто удалить ливреи российских авиакомпаний. Тогда проблем не будет с тем, что они будут появляться везде, где попало. Ух ты. А вот это прикольно, кстати. Включаем режим ночь. Так, мы видим подсвеченные рулежки. Мы видим полосы подсвеченные. Дорога подсвечена. Еще одни рулежки подсвечены. Так, так, так. Ни одного самолета подсвеченного или перрона я не вижу. Ни одного. Так, давайте теперь посмотрим ночью стоянки и перроны. Вот их даже сложно здесь найти. Вот где они? Ну вот, светится какой-то терминал ночью. Учитывая, что здесь рулежка, значит, где-то здесь должны быть и самолеты. Вот чисто по огням можно понять, что здесь какое-то здание связанное есть. Так, вышка подсвечена? Да, вышка подсвечена. Дорога подсвечена. С этой стороны у нас что? Опять же, просто ничего не подсвечено. Только торец полосы и вышка, и рулежки. Это, конечно, большая проблема обычных аэропортов, я смотрю. Они сильно не хотят подсвечиваться. Ну, давайте на вышку еще заглянем. Ой, ну такое, конечно. Очень тухло, очень тухло. Будем заканчивать на этом обзор стандартного аэропорта Борисполь. Давайте чуть выше подлетим, чтобы картину эту увидеть в целом. Немного печальную. Ну, переходим теперь к платной версии. А платная версия от компании, опять же, Peridi. Devco. Стоимость от 8 до 16 евро. Ну, там уже как получите. Но, если честно, в гугле можно найти и бесплатную версию этого аэропорта. Ну, так сказать, для тестирования. Все, переходим к ней. Значит, вот так вот выглядит в маркетплейсе, ну, в магазине этот аэропорт. Мы можем так предварительно посмотреть, что в него входит. Давайте смотреть. Ну, рейтинг пониже, чем у Одессы, поэтому, я думаю, возможно, будет похуже. Но этот аэродром намного больше. Здесь намного больше разных деталей. Пока у нас такая камера будет. Что мы видим сразу? Уже вышки поинтереснее, всякие подсветки есть. Уже видим надпись терминала. И название аэродрома. Так, что мне сразу не нравится? Что здесь оставили частично какие-то непонятные здания, которые по умолчанию были непонятные. Вода вот эта вот здесь осталась. То есть это могли чем-то закрыть. Я не знаю, зачем это было делать. Видим на стоянках подсветочки есть. Ну, воздушные суда те же самые. В принципе, мы их не будем рассматривать. Так, здесь добавились... Вот этот домик какой-то такой более-менее проработанный, интересный. Я так понимаю, что это возможно здание украроруха, типа, провайдера. Это трасса. И это въезд в главный терминал. Вот он. То есть вот это главный терминал. И давайте посмотрим сразу, как он выглядит. Довольно интересно выглядит. Но почему-то здесь нет ни одного самолета. Так, давайте посмотрим внутри, как он проработан или нет. И вот мы видим уже зал ожидания терминала. Дьюти-фри видим всякие. Ну, здесь, конечно, они фоточками сделали, но все равно прикольно. Дьюти-фри Киев. И вот так вот можно посмотреть. Вот. Подождать можно с таким видом посадочку на свой рейс. Так, ну это прикольно. Этот терминал есть, сделанный. Так, здесь у нас что? Еще раз смотрим аккуратненько. Еще один зал ожидания. Он уже поинтереснее будет. Такой вид на VIP какой-то зал ожидания. Ну, выглядит прикольно. Давайте едем дальше, посмотрим, что в той стороне у нас еще есть. Сразу обращаем внимание на автобусы, которые появились. Здесь у нас... Это терминал какой-то? Давайте посмотрим, что это. Ну, какое-то здание сделанное. Может быть, это и терминал. Так, ну, так, не сказать, что это такое сразу. Какое-то здание. Но его сделали немного внутри и на том. Спасибо. Так, здесь на стояночках у нас никого нету. И подсветки тоже нету. Да, я думаю, это здание украруха как раз. Это провайдер, который... Предоставляет услуги по ренавигационному обслуживанию в Украине. Сейчас ниже опустимся. Это отсюда ездит в Киев. Такая электричка. Вот она здесь стоит даже. Вот это интересно. Вот это очень молодцы, что сделали. Вот эти поездушки ездят на Киевский вокзал. И они здесь есть. Классно. Вот это круто. Парковочку сделали такую. Открытую, небольшую. Так, а ну, давайте посмотрим внизу эта парковочка, как выглядит. Ну, никак. Ну, ничего страшного. Это всего лишь парковка. Так, это что за здание? Ничего интересного. Это склады какие-то. Да, это все склады. Это не терминалы. Единственная надежда, что вот это вот еще терминал какой-то. Перед нами. Вот это вот. Это просто большое здание. Я не вижу пожарную часть. Это топливозаправщики стоят. Это склады палубно-мастыльных материалов. ГСМ называется, по-моему. Топливозаправщики вот есть. Так, давайте найдем все-таки. Или не найдем. Я не вижу. Так, у нас есть, это, наверное, старая вышка. Или это резервный командный пункт. И у нас есть вышка. Такая небольшая, но вышка. Вот такой вот с нее вид открывается. И у нас есть терминал B. Вот у нас терминал B. Вот написано терминал B. Это, я так понимаю, старый терминал. И вот так вот он выглядит. Внутри он... Нет, внутри он не проработан. Хотя какая-то надпись... А, вот надпись Киева имеется. Так, давайте его посмотрим ночью и будем на этом заканчивать. Подсветка это очень хорошо. Подсветка на стоянках огонь. Терминал почему-то не светится. Ну, хотя бы стоянки подсвечены. Это уже приятно. Так, смотрим в эту сторону. Здесь также все стоянки подсвечены. Это очень классно. И возле этого терминала главного тоже стоянки подсвечены. Это уже намного интереснее и правдивее. Так, давайте вышку еще посмотрим. Вышка подсвечивается. Так, но вышка не подсвечивается, потому что я вообще ее из вида потерял. С вышкой опять минус. Здесь все стояночки тоже подсвечиваются. Ночью тоже вид хороший. Главное, что есть подсветка стоянок. Это прям очень хорошо. Ну, давайте еще общий вид посмотрим. Может полетим в какой-то торец и закончим наш обзор. Так, я скажу, рулежки подсвечиваются намного аккуратнее и красивее. Рулежки красивее подсвечиваются. Здесь подсветка стоянок. Подсветка административных зданий. Подсветка терминала. Вышка, как всегда, не подсвечивается почему-то. Ну, как-то так. Ну, на этом заканчиваем обзор. В принципе, я бы поставил, я не знаю. Ну, учитывая, что он платный, вот Одесса, там меньше, конечно, всего делать, но дело намного лучше. То есть, это где-то на, я не знаю. Ну, за счет того, что ночью все подсвечено, я бы поставил 4 из 5 все-таки. Это не идеально, но это намного лучше, чем было. То есть, это 4 из 5. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok